Большой дом для самых маленьких. В Наринмаре состоялось торжественное открытие детского сада «Теремок» на лесозаводе. Детский сад, построенный полностью на средства Ненецкой нефтяной компании, принял детей еще 9 ноября 2015 года. За это время дети и сотрудники успели привыкнуть к новым комфортным условиям и освоить современное оборудование. Любовь Пермякова побывала на новоселье. «Теремок наш новый дом, в нем мы тут наш сожжем!» Дружно живут в новом доме 208 ребятишек. Красивые игрушки, яркая мебель и большие помещения. Времени воспитателям и воспитанникам потребовалось много для того, чтобы познакомиться с расположением кабинета в большом садике. Здесь более уже здание такое большое, современное, оборудование очень много, кабинеты есть, где с детьми можно заниматься специалистом. Спортзал у нас там, спортзала не было. Такому спортзалу может позавидовать любая спортивная школа. Кроме светлого, основного помещения есть тренажерный зал и инвентарная комната для многочисленного оборудования. Есть инвентарный, можете, да, изменить. То есть, видите, его очень много. Очень много. Они до сих пор удивляются. То есть, мы же постепенно выносим этот инвентарь, что-то новенькое уже опять выносим, конструкторы, модули. Вот, и они заходят, и опять у них глаза большие. Ух ты! То есть, мы это все постепенно, да. Каждый раз для них будто бы сюрприз. Места в теремке хватило и для детей с задержкой речевого и психического развития. Для них оборудована сенсорная комната и кабинет развития речи. А здесь непосредственно группа для детей как раз-таки с тяжелыми нарушениями речи. То есть, когда речь страдает вся в комплексе, все стороны речи страдают. Родители очень довольны. Многие прямо звонят, говорят. Говорят, видно, что работа ведется. Потому что работаю ведь не только я, да, с этими детьми работают и воспитатели. Постоянно с утра до вечера, да, детьми. Именно дети включены в речевую среду. Особая среда здесь повсюду. Например, кабинет познавательной деятельности, где ребята проводят различные эксперименты, наблюдают за звездным небом и явлением погоды. И даже если погодные условия подводят, то ребятишки, уверяют сотрудники сада, без свежего воздуха точно не останутся. Специальная прогулочная веранда в сильные морозы или непогоду позволит прогуляться. Такой подарок для 220 детей сделала Нинецкая нефтяная компания. Красивое современное здание стало украшением развивающегося микрорайона города. Глава региона Игорь Кошин на официальном открытии поздравил всех, собравшихся с праздничным событием. Мы заложили в округе следующую традицию. Мы сначала запускаем сюда непосредственно эксплуатантов, то есть вот этих прекрасных деток, коллектив с тем, чтобы была возможность оценить, посмотреть, что, почему, если есть какие-то недоделки, была возможность их исправить, а только потом уже режем ленточку. Строительные работы на объекте проводились в течение трех лет с момента подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности между администрацией округа, городской администрацией и Нинецкой нефтяной компанией. Стоимость садика обошлась чуть больше 300 миллионов рублей. Хотел сказать еще о том, что был вид деятельности такой, как ремонт скважин, который у нас за шесть лет в планах. Убытки от этого вида деятельности составили порядка миллиарда рублей. Если бы не было этого вида деятельности, соответственно, Нинецкой нефтяной компанией, например, могла бы построить еще три таких садика. Как только появится прибыль от других видов деятельности, то средства сразу будут направлены на реализацию новых проектов по развитию округа, пообещал Дмитрий Рожин.